Дракула, великий и безжалостный. В начале управления под властью Влада III Дракула находилось около 500 тысяч человек. За 6 лет, с 1456 по 1462 год, по личному расположению Дракула, то есть не считая жертв войны с турками, было уничтожено более 100 тысяч человек, то есть пятая часть всего населения страны. Сам начальство его царствования, 17-летний Дракула, вскрыл могилы отца и брата Мирчи. Влада II и Мирчу хоронили живьем, закованными в цепь. Положение их тел в гробах свидетельствовало о непомерных страданиях, перенесенных ими перед смертью. Дракула перезахоронил отца и брата с почестями, а после созвал 500 бояр и спросил их, сколько каждый из них упомнит правителей, сменившихся на троне Валахии. Оказалось, что даже младшие из приглашенных помнят не менее 7 царствований, и в ответ Дракула посадил на куле всех их, чтобы положить предел столь несовершенному порядку, при котором бояре во много раз переживали своих повелителей. Это были первые его жертвы. То, что началось после 1456 года, было кошмаром, немыслимым даже для тех жестоких времен. Ведь кули с казненными стояли не только на холмах, под стенами торговишки, а с его почетных жертв Дракула казнил в собственном саду, где высокопоставленных приказывал сделать кули повыше, из ценных сортов дерева, или даже позолотить. А для тех, кого он хотел помучить как следует, изготавливались кули не с заостренным, а с закругленным концом. И тогда казнь длилась по несколько суток. И Дракула любил вкушать пищу, наблюдая за страданиями казни му в окружении смердящих тел. Об этих трапезах знали вся Европа и Россия. Знали и о забавном случае со слугой, которому стало дурно от немоносимого запаха. И Дракула посадила его на самый высокий кол со словами «Ты там будешь высоко, и смраду за тебя будет далеко». Да, о зверцах Дракулы знали, но почтительно молчали, ведь он действительно был единственным, кто еще мог удержать турок у своих границ. С воцарением Дракула многопартийная система Балахии была упразднена, и турки больше не могли пройти сквозь страну, чтобы нанести удар по границам католической Венгрии. Сейчас трудно это понять, но при жизни Дракула вызывала больше восхищения, чем страха. Храбрецы из многих земель протекались под его знамена. Все, кто хотел поднять оружие во славу креста против коварного полумесяца, все, кто хотел испытать свою отвагу, снискать славу, а также обрести богатство, ведь князь Валашский был щедр к храбрецам, все они присягали Дракуле, хотя наверняка многие из них закончили свою жизнь на кольях. Дракулу любили в народе, крестьяне почитали его как справедливого. Действительно, всем убийствам Влад пытался придать оттенок некой справедливости. Он не только был страстным патриотом и боролся за единовластью в стране, как, впрочем, и большинство известных в истории тиранов, он отличался от прочих тем, что любил задавать обреченным хитроумные вопросы, расставлял ловушки, которые собеседник должен был неизбежно угодить и обречь себя на гибель. Впрочем, некоторые спасались благодаря находчивости или остроумию, и эти редкие случаи спасения только утверждали Дракулу в облике справедливого, справедливого и зломудрого, как писал о нем один русский монах, побывавший с посольством при дворе Дракула. Таковое равноправие представителей разных классов перед лицом закона не могло не нравиться простому люду, и подавно радовало их то предпочтение, которое оказывало Дракула высшему сословию. Бояр и прочих знатных людей Дракулу казнил не в пример чаще. Европа чествовала Дракулу в дни побед, и лишь тогда припомнила ему его жестокость, когда в 1462 году Дракулу с жалким остатком своего войска все-таки вынужден был отступить под ударами турецкой армии. Выбросил убежище у Матиаша II, короля Венгрии. Матиаш дал Дракуле убежище, посадил подземелье своего замка, где князь Валахий провел 12 лет. Существуют рассказы о том, что в темнице Дракула не оставил своих кровожадных привычек и продолжал казнить на кольях пойманных мышей. А еще бытуют рассказы о том, как благородный король Матиаш водил своих гостей в темницу и демонстрировал ему князя Дракулу, будто некого экзотического и опасного зверя. Так что вполне возможно, что князь казнил мышей не для того, чтобы удовлетворить свою страт к мучительству, но для того, чтобы шокировать зрителей. Матиаш освобождает Дракулу, когда возникает политическая необходимость. Он предлагает Валахскому князю трон и руку своей сестры Елены в обмен на принятие католической веры. Дракула соглашается без лишних раздумий, ведь свобода для него означает возможность снова сражаться против турок. Он проживет на свободе два года, непрерывно воюя, погибнет в бою. Его убьют не турки, а свои же солдаты. Потом они скажут, что не узнали князя, приняли его за турка. Дракула убил троих из пяти напавших на него, но потом все-таки пал под ударами и был обезглавлен. По одной из версий, его голову послали турецкому султану, потому что убийство было, как бы сказали нынче, заказным. По другой версии, его убили и обезглавили потому, что уже тогда подозревали в нем упыря. Субтитры создавал DimaTorzok